Заехать сегодня в населенный пункт Очеретина возможно, но непривычной трассой, которая раньше была, это Ясиноватая Константиновка. Сейчас эта трасса очень сильно обстреливается и более того, под свой контроль с недавних пор пытаются ее взять российские войска. Поэтому мы выбрали другой путь, заехали со стороны Покровская и Мирнограда. На улицах фактически не встретишь людей, нет машины, изредка только проезжают люди на велосипедах. И здесь не тихо. Звуки разрывающихся снарядов и работающей артиллерии. В укрытиях люди сидят уже четыре месяца. Они объединились, чтобы жить вместе. Весной грелись у печи, сделанной своими руками. Организовывали общий быт. Понимая, что могут быть проблемы с водой, запасались заранее. У вас прям вот каждая там отделена. У нас тут женщина, она болеет, поэтому... Сколько у вас вообще всего человек в подводе? У нас больше двадцати человек. Тут у нас есть емкости с водой, тут у нас скважина, тут у нас кухня, кто-то скажет. Ну и тут у нас еще есть такая комната, на теснике жизни. Тут у нас как склад и все. Вот так вот мы живы. Людей было больше, говорит местная жительница Ольга. Многие не выдержали обстрелов и решили вывезти детей. Семья с девочкой та сама, и семья еще мать с дочкой и с внучкой. То есть люди все равно, если были детки, они старались выезжать? Да, и потом уехала семья, была беременная у нас девочка, вторым мальчику год и четыре. И вторая беременность, просто надо было выезжать, было в Днепрешу бородить. Что у вас на душе? Как это все терпите? Вот скажите, или привыкли, или как вот? К этому привыкнуть невозможно. Но держимся. Держимся. Куда деваться? Мобильная связь здесь есть, но не везде. Россияне часто обстреливают линии электропередач, поэтому перебои с электричеством в Почеретино – явление частое. Населенный пункт обеспечен гуманитарной помощью. На отсутствие продуктов первой необходимости люди не жалуются. Каждую неделю курсируют эвакуационные автобусы, но желающих выехать – немного. Вот интересная ситуация с эвакуацией. Может, у вас, допустим, тоже похоже. Иногда бывает, что люди записываются, приезжают эвакуационные автобусы. Зачастую так происходит. Даже бывает больше. Бывает, мы их сегодня вывозим, завтра они возвращаются. Такое бывает. Даже вот буквально недавно мы вывезли с Красногоровки двоих человек. Красногоровка – это очень сложный населенный пункт на сегодня. Там без света, без ничего сидят. Мы оттуда вывезли два человека. Одна вернусь пешком обратно. До 24 февраля в Очеретинской общине проживало около 24 тысяч мирных жителей. Сейчас осталось чуть более 6 тысяч человек. По словам главы военной администрации, в общине есть сёла, откуда удалось вывезти всех людей, что помогло избежать жертв среди мирного населения. Алена Грамова из Донецкой области. Специально для информационного марафона «Фридем» телеканала ЮЭЙ.